Здравствуйте! В прошлой своей программе я повел решительную борьбу с бюрократизмом, волокитой коррупцией в паспортном отделе. Возвал гражданам Одессы, к вам возвал, негодовал, кричал, гневно вопрошал, твари ли мы дрожащие или право имеем. Все, с кого вымогали взятки, всех, кого заставляли сутками простаивать в очередях, всех, кому хамили, приходите в среду, мы возьмем у вас интервью, пойдем на штурм, иллюстрируем негодяев. Надо разрушить эти гнезда коррупции, паспортные столы жеки и другие гнезда мерзавцев бюрократов. После программы на улице ко мне подходили, трясли руку, так их давно пора, мы с вами. Я говорю, приходите, все приходите в фейсбуке, в интернете. Почти тысяча человек отозвали, лайкнули мой пост. И вот мы в среду с двумя телеканалами приезжаем, и пришла барабанная дорога, отгадайте сколько. Один человек. То же самое происходит с поборами в школах. Звонят в телекомпанию, сделайте что-нибудь, с нас уже учителя скачали 500 долларов и конца края, этому нет. Спрашивай, есть люди, готовые говорить? Нет, что вы, у нас же дети там учатся. Так и тут. Но раз руки опускаются. Хотите жить в сортире? Хотите, чтобы вас оббирали? Пожалуйста, живите. Хотя, откровенно говоря, я знал, что люди не придут. Одесситов раскачать очень сложно. Удобнее же с дивана по телеку посмотреть, что там этот бородатый скажет. Зато чиновники подготовились и встретили нас во всеоружии. Напомню, я хотел поменять паспорт. Он у меня ветхий. Я его беру во все служебные командировки. Они у меня бывают в разных странах. Неделю меня гоняли из кабинета в кабинет. Из одного района в другой. Я об этом подробно рассказывал в прошлой программе. На дно такси, чтобы ехать, ездить туда-сюда, я потратил 400 грн. Под конец затребовали, чтобы была бумажка, административный протокол о порче паспорта. То есть, что это такое? Чинуша сидит, глядя на ваш документ, определяет. Погрызла ли паспорт собака, или ребенок разрисовал, или вином залили, и составляет протокол. И за него штраф. Почти всегда один и тот же, 52 гривны, по-моему. То есть, профессия такая, знаете ли, очень редкая. Специалисты на вес золота. Поэтому принимают составители админ протоколов около двух часов в неделю. Посему к ним очереди. А где очереди, там и взятки. Я, помыкавшись, поставив в очередях, разозлился и наглянулся съемочной группой. Давайте посмотрим, как развивались события. Сперва иду ващак в банк. Тут надо оплачивать штрафы, которые выписывают в этом паспортном отделе. Заодно узнаем, сколько тут можно потратить времени в очереди, и кто крайний. Возле паспортного стола мы встречаем людей. Их человек, которые единственные не поднимились и вышли высказать свой протест. Протестовать против беззакония, это потому, что у них нет выхода. Эту девушку выписали из квартиры, причем с удивительной скоростью. Я сам неоднократно стоял в очередях в миграционных службах, но тут в один день, в течение 10 минут, человека выписывают с дома 139 и прописывают дом 139А. А там возникла подделка документов. Оставь надежду всяк сюда входящий. Я, заходя в подобное учреждение, чувствую робость. Я чувствую, что перестаю быть человеком. Тут следует орать, пихаться локтями, зорко следить, чтобы кто-то не влез без очереди. Тут обычно в обед закрывают эту дверь, люди выстраиваются вот на этой лестнице, очередь даже туда заворачивает. А вот если открыть эту дверь, мы увидим, там стулья стоят. То есть можно было бы людей пригласить, там стоят старики, стоят инвалиды. А они поступают только-то. Пройдемте-то. Я целую неделю говорил с экрана телевизора о безобразиях здесь творящихся. И говорил, что приду. И следовательно дал чиновникам время подготовиться. Надо сказать, что чиновники везде одинаковы. Я пять лет инспектировал интернаты, приюты в области. И навидался всякого. И кидались. И в обмороки падали. И взятки предлагали. И науськивали посторонних. Всякое было. Но летели со своих должностей, как миленькие. Ну так вот. Я за репуху чиновничью вижу невооруженным глазом. И я покажу вам, чем отличается незапланированный визит. То есть, когда мы вдруг заявились, наглянули сами от себя. И от губернаторской проверки. Когда все ходят на цирлах, когда все сверкает, когда все известно заранее. Инспектировали мы интернат для душевнобольных. Это было два года назад, по-моему. Давайте посмотрим. Идет проверка кухни. Обед. Как по мне, то обед неплох. Я вообще не отличаюсь тонким вкусом. У меня в армии свиное сало называли неаппетитно бацилло. Но надо сказать, его все любили. Даже мусульмане. Из летка сали попадались прожилки мяса. Такую снять могли себе позволить только дедушки. Так вот, тут сало мало чем отличается от армейского. Меню, правда, написано, что это мясо. Да нет сала. Еще со шкурой. А это день приезда губернаторской проверки. В тарелках видно мясо. Горяже день, говорит кухонный персонал. А то был свиной, поэтому мяса не было. Было сало. Вот умывальник перед входом в столовую. В первый день посещения. А вот во второй, перед губернаторской проверкой, повесили полотенца. Тараканов, правда, не умолили. Но это мелочи. Молоко. Первый день посещения. На вкус вода водой. Всегда с молоком проблема. С водой. Конечно, так будет человек. И плохо. И все как положено. Молоко тут не закупают. Свое весьма приличное стадо. Как нам говорит начальство, коровы дают 5 литров молока в сутки. Обычно, если корова столько дает молока, то она определяется на забой. А если еще молоко, что похоже на воду, то вообще странно. Новая порода. Минеральные коровы. Как газавтоматы воду дают. Нас дается тут не в буренках дело. Вот второй день посещения. Губернаторская проверка. Вот чудодейственная сила губернаторской комиссии превращать воду в молоко. Когда мы в первый день зашли в корпус для тяжелых, или как тут говорят, острых больных, женщина, которая была с нами, сказала полголоса, тут же ни у кого нет трусов. Они ходят без нижнего белья. И вот второй день губернаторская проверка. В этот раз все заполонено трусами. Они лежат везде, висят везде. На тех, у кого их нет, быстро надевают. В 2012 году здесь, в интернате, была зафиксирована вспышка брюшного тифа. С 1974 года тут регулярно регистрируются случаи заболевания. Вот этот барак для переболевших и для носителей. Странно, да? В наше время и кефозные за проволокой. Снова первый день внезапной проверки. Это то, про что не любят говорить руководители. Тем паче показывать. Карцер, как зовут его, подопечный. В этом отделении находятся тяжелые больные. Карцер, помещение с засовом. На голых досках лежат женщины. Тут же стоит ведро для отправления естественных надобностей. Жаркий воздух пропитался отвратительной вонью. Вот эти ведра. Это, как вы видите, закрытые на засов двери. В комнатах на кроватях нет матрасов. Люди спят на голой сетке или, опять-таки, на дереве, из которого торчат вот такие гвозди. А вот запланированная проверка на второй день. Сема трассы волшебным образом появились. На прожарке были, говорят. Ведра помыли. Губернаторская комиссия не должна спотыкаться о испачканной дерьмом емкости. Вы видите, что многих подопечных руки, ноги, животы, грудь испещлены точками. Врач говорит, что это укусы комаров. Не стоит забывать, что врач местный, из райцентра. А муж говорили, что тут работают люди из трех сел. И устроиться сюда трудно. И больше работы фактически нет. Так что, возможно, у врача тут работают родственники. И вот он говорит, все нормально. Подопечных комарик покусал. Они и расчесали. Мы фотографируем раны больных и везем в город. Показываем специалистам-врачам. Те говорят, крайне запущенная чесотка. Но врач, входивший в рабочую группу, сказал, комары, значит, комары. Ему виднее. Чесотка, да еще масса. Это же ЧП. Тут есть много стриженных под ноль женщин. При прошлом руководстве этот вид наказания тут усиленно практиковался. Может, и сейчас так. И комиссия запретила стричь? Да, и уколы. А чтоб не комиссия, вся с нами хана была бы. Я так плакала, не хотела даже жить, коли пилив был. Как ты уйдешь, тебя в седьмой закройт, и еще на боку постряжут. Да, ну начало и это, и... Все взьмут и поколят меня. А я сказала, вы не имеете права, мы не колоть это все. Никто не может ничего сказать, у них защиты нет. Они боятся, они садятся, их стрижут, хотя они этого не хотят. Правда, плачут, санитара заставляют. Санитар, конечно, то ударит, то по почкам, то по печени ударит. А потом откуда больные умирают? Выезжая оттуда, вы чувствуете смешанные чувства. Первое, люди не должны так жить. Нет причин, оправдывающих этот карцер. Второе, злость на тех, кто смотрел на это равнодушно, как на само собой разумеющиеся. Третье, как ни странно, облегчение и постыдную радость. Что тебе повезло, и ты не такой, как они. И тебе не надо думать, как из двухсот гривен вырвать сумму, чтобы купить себе трусы. Ты можешь поехать, куда захочешь, и тебя не поймают, не постригут налоса. Даже если ты зек за решетку, у тебя больше права. А там ты существо. Хуже зверя представить страшно. Что твоим словам не верят, воспринимают как бред или болезненные фантазии. И вся жизнь проходит в загаженной палате с мухами, с ведрами вместо унитазов. Не за какое-то преступление, а за того, что болен. Вдруг ты понимаешь, как ты смешон, когда ропщишь на судьбу, когда расстраиваешься из-за мелочей. Просто в такие моменты надо вспомнить об этих людях, были корыбальском, испытать облегчение, что тебя Бог миловал. Иногда спрашивают, зачем Господь создал таких людей, потому что они должны напоминать нам о сострадании. Я неспроста показал вам эти кадры. Задумайтесь, даже они, эти несчастные, говорят о том преступлении, которое с ними происходит. А вы боитесь. Там их стригут, а у вас вышуливают деньги. Там заставляют на ведро ходить, а тут стоят три часа в очереди. И попробуй, пойди попроси ключ от служебного туалета. Точно такое же унижение. Вам его не дадут. В ближайшее время мы собираемся туда поехать, я имею в виду диспансер, посмотреть, что изменилось. Четыре губернатора все же сменилось. Но вернемся к нашему паспортному столу. Заходим, людей нет. Вернее, есть одна бабушка, которая не веди нас тут же начинает голос орать. Сколько сидите тут уже? Очень долго. Ты прав, да, здесь долго никто не сидит. Правильно, я тоже так думаю. Батка подсадная, это понятно. И нас сразу встречает девушка, которая тут же при нас за пять минут заболняет преслабутый объем атаков. Девушка ведет себя деликатно, вежливо. И даже я не могу узнать не ту самую, которая без камер, когда я ходила сюда, орала на меня, как резаная. В спокойном виде, весьма привлекательная особа. Я спрашиваю ее про закрытую от посетителей дверь. Почему инвалиды и старушки не могут присесть? Почему толпятся на лестничной клетке? Дверь закрыта. Хотя тут большое количество стульев. У нас в обед ведется уборка. То есть вот почему, если касаемо вот этого вопроса, то есть у нас убирается помещение. Поэтому, то есть как бы, когда уборщица поубирала помещение, коридор открывается. То есть как бы здесь вопрос стоит именно в том, что мы хотим, чтобы было убрано. Идем к начальству. Первое, что я их спрашиваю, это почему в их введении остались несколько функций. То же составление админ протокола. С помощью этой процедуры они выматывают кишки, мне кажется, и деньги из посетителей. А может быть действительно это замотанные, замученные люди? Почему вы не забрали у вас эту функцию, админ протоколы? Ну это делается на законодательном уровне. Это не передается на местном уровне. Функции админ протоколов составляют только работники ДМС. Нам настолько сейчас тяжело в этом плане с админ протоколами. Ну, во-первых, это люди. Идут туда, потом идут к нам, потом обратно идут туда. И, в принципе, у нас люди туда ушли, с нашего штатного расписания люди ушли туда работать. Поэтому нагрузка распределилась на остальных сотрудников. Три центра административных услуг принимают документы по Киевскому району. Обрабатываем все документы мы. Люди идут на админ протоколы со всех трех центров к нам. Вы видели, какие очереди на Королева. И вот этот поток документов идет к нам. Конечно, обрабатывать документы, составлять админ протоколы. Конечно, все это пока, к сожалению, не совсем просто. Но еще раз извините за вот такое непоразумение. Вот как мы приходили в интернат и видели в длинных коридорах вот такой волной ковры, что означало, что их только что раскатали, положили к нашему приходу. Так мы видели несколько человек, которые там на нас попытались накинуться, спровоцировать, там что-то даже обзывать вслед. Направляли нас не сюда, к президенту, как будто бы президент Порошенко непосредственно руководит этим учреждением, или он знает, что здесь происходит. А с другой стороны, можно испытать ощущение такое, как будто у тебя раздвоение личности. То есть мы знаем правду и знаем, что здесь люди простаивают в очередях, в действительности переживают унижение, бессилие, непонимание, что происходит. То есть это вот такое устаревшее прошлое совковое, как бы система, которая до сих пор не поменялась. И почему я задавал вопрос, почему не модернизировать, в том числе мы не ездим на паровых, там, например, не знаю, машинах, но уже же все же развивается, становится быстрее техника, компьютера, бумаги, в конце концов, тоже можно было как-то придумать в электронном виде, что-то делать, не знаю. Это их работа, они должны продумывать процесс, они его знают. И мы видим, с одной стороны, что оно не работает, с другой стороны, видим, ну, настолько внимательных, настолько добрых, настолько располагающих себе, особенно директор, начальник, что просто кажется, что, ну, такое не может быть, чтобы тут люди стояли в очередях, не может быть, чтобы здесь люди не могли получить быстро справки. К сожалению, как я уже говорил, люди, которых я звал, не пришли. Вы не пришли. Значит, тут работают действительно милые. Мы едем в Центр административных услуг МИХО, так его все называют. С меня не взяли штрафа, и уходя, я понял, что они отчаянно боятся, что у них заберут остатки их мощи. Может, этой службе скоро придет конец. А теперь я покажу Центр административных услуг на проспекте Шевченко. Туда хочется зайти. Мне еще раз хочется туда прийти. Это место хода в пятиэтажку. Хрущевку, фонтаны, стекло, ели, цветы, Европа. Первое, что хочу отметить, здесь не боятся камер. Наоборот, Мила улыбается внизу или сообщил на нем девушки, вызывают для нас экскурсовода. Это постановки от всего. Люди в шоке не бывают. Бывают. Мы не в Одессе, мы не в Украине, мы в Европе. Обычно реакция такая, если человек не привык к таким условиям. И тут меня огорашивают. На Филатова 15 можно было вообще не ходить, не портить себе нервы. Чтобы не гонять людей в миграционную службу, затем обратно за получением паспорта, с сегодняшнего дня уже подготовили программное обеспечение и специалисты миграционной службы, которые будут оформлять протоколы на месте. И не придется бегать в разные районы города, чтобы потом получить услугу у нас. Как я и рассказывал ранее, на ресепшене нам выдают номерок. И с ним вы отправляете зал самообслуживания. Здесь сидите, расслабляетесь. Кстати, у вас могут угостить кофе. Дети могут поиграть на площадке, но сидеть недолго, минут 10. Затем вас принимает кто-то из девушек. И вопрос лишён. Паспорт будет сделан через несколько дней? Так кто это? Кто эти новые люди? Ваша зарплата, она же мизерная. Мы сюда пришли для того, чтобы менять государство. И если мы как госслужащие, которые, ну допустим, я вот только-только-только пришла на работу, я пришла с любовью к стране, с любовью к городу, к области, если мне будут в госучреждении платить зарплату в конвертах по той причине, что зарплата госслужащего где-то не соответствует, я молча развернусь и уйду, потому что мы сюда пришли бороться с коррупцией. И это полное лицемерие, если мы будем не соответствовать своим принципам, а говорить какие-то хорошие вещи о центре, улыбаться, а потом уходить. У нас будет, как это называется в психологии, инкогерентное ощущение, когда мы не отвечаем, мы говорим одно, а внутри у нас совершенно другое. Поэтому наша задача здесь чувствовать себя в первую очередь. У нас наша пиар-менеджер говорила, вы лицо реформы. После таких слов ты приходишь на работу с ощущением, что за сегодня ты сделаешь что-то хорошее, и если хотя бы один человек после того, как ты ему поможешь, выйдет с улыбкой на лице, счастливым, это уже намного больше, чем то, что могут дать какие-то непонятные действия. То есть для нас иногда приходят люди, то есть мы не имеем права взять ни шоколадку, ничего. Это правильно. Но иногда бывают ситуации, они очень смешные. Пришла, например, кто-то из девушек-администраторов по паспорту, говорили, пришла посетительница, принесла пирог, свежий пирог испекла, ей настолько понравилось, мы не имеем права. То есть это человек хотел просто отблагодарить. Нам приятно, в таких случаях мы просим написать положительный отзыв о центре, и потом, когда нам немножко грустно, мы перечитываем, и потом приходят посетители, а мы сидим, улыбаемся во все 32, и мы понимаем, что теплые слова иногда дороже всего остального. Сюда мы приехали под вечер, а на другой день утром пришла смс-ка, что мой паспорт идет. То, что сделал Саакашвили, невероятно. В то же время я считаю, что прозрливый политик не стал бы проталкивать заведомо непроходного боровика, выдавая его за светоча перемен, прожектора перестройки, хотя, как по мне, он авантюрист. Не стал бы поощрять Машу Гайдар, которая жестоко расправилась, я другого слова не подберу, с инвалидами, переселенцами, проталкивая боровика, Михуа, тем самым забрал голоса в Гурвице. Демократический лагерь был расколот. В результате победило то, что победило. Фантомас. С ним, ставленником криминалитета, Саакашвили еще предстоит борьба, причем жесткая. В то время, как у него мог быть надежный союзник Гурвица. Не бороться можно было, а созидать. Для Гурвица эта ситуация была бы идеальна, для того, чтобы показать, на что он способен. Впервые Киев давал Одессе карт-бланш. Следовательно, можно было строить, спасать город. Говорили Михуа. Голосуя за Сашу, ты выбираешь Гену. Не прислушался. Теперь, Михуа, запасайся карбофосом. Такое следство от колорадского жука. Обороняться. И хорошо, чтобы он, этот жук, все в городе не поел. И вас тоже не слопал. Но то, что в Одессе Саакашвили открыл такое чудо. Вы знаете, я, когда заходил в центр админус-лук этот, прихватил с собой водителя, который меня вез. Идемте, я вам покажу, что Миха открыл. Вот это коридор. Вот это ресепшн. Вот это... Глядываешь, что такое? А он сбежал, водитель. Испугался, что охрана выйдет розово-бицепсовая. Что мы не туда зашли. Что сюда простому смертному нельзя. Мне говорили, что многие там замирают и плачут. От того, что такого никогда не видели. Думали, что смрадные, пасмуртные отделы и есть правильная жизнь. Оказывается, их обманывали. Что самое странное, месяц понадобился Саакашвили, чтобы сделать то, что никто не порывался сделать все годы независимости. Многие скажут, а вы знаете, сколько на это денег хлопано? Я знаю, что именно за это стоял Майдан. Именно ради этого была революция достоинства. Не ради админу слуг, а ради того, чтобы к вам относились по-человечески, уважительно. Это было бы нормой. Будем надеяться, что красавицы, работающие в центре админу слуг, не вымрут с голода на свои псевдозарплаты, не озвереют, как новая полиция, забившая давеча насмерть человека. Будем надеяться, что через год центр по-прежнему будет работать, заберет полномочия барократу. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok